Так, всё, Рич, ко мне пришли. Итак, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Крафт Шоу. Я рад вас приветствовать, потому что у нас первое ограбление в GTA Online на ПК. И сегодня мы с вами будем проходить ограбление Флика. И грабить со мной сегодня этот замечательный банк будет... Рич, здорово! Где-то там на заднем плане вместе с нами вы будете периодически их, скорее всего, слышать. Братец Ву и Славик Одессит. Здорово, пацаны. Салют. Комброс Хастлерс, ещё запущена наша банда в GTA. И, друзья, присоединяйтесь. Ссылка будет в описании к этому видео, конечно же. Нас уже много. Нас реально много. Мы уже довольно много поиграли в... Ну, вот Рич уже докачался даже до пятого уровня. Я 23-го, потому что я переносил своего персонажа с Xbox. Потому что, честно говоря, мне было бы жаль потерять всё то, что я нажил там непосильным трудом. Квартиры, машины и тому подобные вещи. Поэтому поехали! Итак, первое ограбление на двоих. Это, грубо говоря, разминка Рич. И, ребят, у нас сейчас будут диалоги, поэтому мы сейчас попробуем их послушать. О, Рич пришёл. Кажется. Да я давно здесь. Вот я постучался. Открывай. Я иду, иду. Я иду, подожди. А, это Лестер. Привет, Лестер! Ты, ребят, у нас очень, э, шик. Ничего как бы буржуи-банк-роббер, чтобы мне помнить о том, как странно Лос-Сантос был. В моем дне, психологи, хотя бы, у них была длинность, чтобы быть психотик. Сегодняшедшие все это об оборудовании домов и идти прямо. Хорошо, готовы? Потому что это... 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 Ну, это... Это не «это», но, э, это что-то, это что-то... Это что-то, э... Как-то это неловко, да, сейчас, в этой ситуации? Ну да, он покрывает все расходы, а я заплатил 11,5 тысяч за то, что заново играем в это ограбление. Я впервые играл в... На Xbox One, э, 360. Есть... Замечания? Нет никаких рейс-замечаний? Ничего себе, ну ладно. Погнали тогда! Ну, все понятно. Че там? Ну, че, он просто поприветствовал нас и говорит, ну че, пацаны, давайте начнем. Ну, такие, да, давай. Ты примерно так всегда делаешь и втягиваешь меня во что-то несусветное. Окей! Ну, что ж! Вот они мы, красавцы. Желтый и белый. Только черный в белом, белый в желтом. Мега-расистская шутка. Так, я водитель, а ты у нас пассажир. Я играю от первого лица, конечно же. Ну и отлично. Я, скорее всего, буду, ребят... Ты слушай, кстати, что он рассказывает, очень важно. Наводители всегда наезжают. Читай, читай, читай. Вслух? Можешь, вслух. Я веду. Отвезите... Итак, мои молчаливые друзья, вы, наверное, хотите знать, что дальше. Я вам расскажу. Мы подъедем к банку, осмотрим его. Доберем кое-какое снаряжение и вернемся на базу составлять план. Мы не гравиманк. Мы никого не трогаем. Просто сидим и смотрим. Тут чуть быстрее надо читать. Видите, я люблю, что вы будущие жертвы, как и девушки были. Все успеваю. На той стороне улицы даже не подозревали, что за ними наблюдают. Не мешай мне. Рамон. Почему именно этот банк? Почему и сотен банков в этом штате удача улыбнулась именно ему? О, опять же, хороший вопрос. У вас много хороших вопросов. Вы прям как одаренные дети или как налоговая служба. Так вот, в этом банке есть ячейки. И в одной из них лежат цены бумаги, спрятанные от налогового. Которые никто не объявит в розыск. Понимаете, к чему я клоняю? Охрана будет слабая. Ну, относительно. Слабая, если вы мечтаете взять федеральное хранилище. Очень тяжелая, если вы по жизни грабите магазинчики и заправки. Бонды, которые лежат в этой ячейке, стоят гораздо больше того, что можно взять из кассы. Так что, небольшая эскалация напряженности вполне оправдана, если, конечно, не успел. Кроме того, в Вьетаморе лучше бы смотреть на океан, когда думаешь про деньги власть. Берем на заключение убийства все эти серьезные темы, которые не дают тебе покоя, когда ты первый раз идешь на серьезное дело. Полагаю, вы, ребята, мозговиты, иначе вся эта молчанка заставляет предположить... Рич. ...что у вас проблемы с головой. Ну, ладно, давайте доберемся до места и узнаем, что там и как. Рич. Подожди. Ну, приехали. А, ну, он у меня уже закончил, просто давно. Рич. Ну, я читаю, что у меня есть. Ага. Рич. Да я тут... Рич. Хватит ты к этому своих... Где тебе сейчас сам натык? Ты готов? Давай, собрались. Поехали. Юп, юп, юп. Ну, это, вот смотри, ты запоминай, что ты видишь. Это все очень важно. Переродить в киносценарий. Смотри, ты будешь взламывать сейфы. Это твоя задача будет. Окей. Господи. Ну все, посмотрели мы с тобой на место, где будем грабить. Все, поехали дальше. Когда будет играть его нужным взломом? Я написал маленькую программу, которая сделает за вас почти все, но... Вы на всякий случай заранее разберитесь, как она работает. Ты на пассажирском сиди... Все, я ничего не вижу. Ну, он тебе на мобильник закинул программу, и ты прямо сейчас в данный момент взламываешь, ну, тренируешься. У тебя там игра-змейка. Вообще, кстати, прикольно было бы, если бы Рич сейчас писал, и я писал, и я бы комбинировал сейчас. Да, очень не говорили, об этом подумали. Да, да. Но это все равно разминка, поэтому я думаю, что вы многое не пропускаете. Хотя, кто знает. Короче, Рич там сейчас пытается играть в змейку. Вот что у него происходит. Все. Это такой у него процесс взлома там. Нормальная игрушка. Я называю Пейдж. Она моя ассистентка. Первое, она будет получать нам, что мы нужны. А, ну, на самом деле, это хорошая шутка. Это хорошая, хорошая ластер. Слушай, я, к удивлению для себя, еще и неплохо езжу с видом от первого лица. Да, если ты привыкнешь от первого лица, вообще шикардо, на самом деле. Только машина телепортируется, это, конечно, приятно. Не, подромаживает, да. И у меня телепортируется змейка. А, она доставит нам снаряжение, кстати, ассистентка. Все, хорошо. Отлично, Лестер. Окей, окей. Что, ты взломал? Смотри, взламываешь еще. Я же говорил, у меня телепортируется и змейка, поэтому... Ну, я... А сколько штук взломать надо? Я две штуки взломал. Три. Все, выходи из тачки. А, ты еще взламываешь? Ну, ладно. Сейчас, я... Вот-вот-вот-вот, я закончил, пересел на зарулевого, поехал. Куда тебе поехал? Привет, Пейдж. Ай, я пропустил, и что там с девчонкой? Она снаряжение доставляет нам. Обмундирование, оружие. Короче, поставщик. Мы профессионалы, оказывается. Речь. Угу. А, ладно, мы подаем надежды, хорошо. А мысли преступления, это из Урала, кстати. Если бы они были официальны, они бы сказали что-то. В 19.84 Да, ладно. Да. Так, и... Все, почти приехали. Вон, моя машина там стоит. Машинка. И моя. И твоя, да. Мои машинки. Слушай, моя машинка и твоя машинка. Ну ладно, мы пересаживаться, все равно не будем. Поехали. Поехали в гараж. Слушай, а так погружение такое чувствуешь, когда от первого лица играешь? Я тебе серьезно говорю. Ну, я знаю. Мы тебя еще вчера толдышили. Ну, просто очень некомфортно. Ты мало что видишь. Но погружение. Пройдено! Рич Маквуд золото, Рамон платина. Е-бой! Ну, вот это да. Ну, ты почти ничего не делал. Ты 1600 экспы дали. Тебе, скорее всего, левел сейчас накинули, да? Подожди, еще не вижу. Да. Окей, окей, окей. Е-хей. Сикс. Подшутила. Подшутила. Это я назначаю, кто сколько получит. Понял? Один должен все решать, а другие слушаться. Респект. Не мешай мне читать или смотреть. У тебя с опережением идет. И вот такая же реакция у меня, кстати. Ну, она все равно слушается. Ну, конечно. Ну да, она делает то, что от нее хотят. Я думаю, так. Смотри, она отчиталась. Второй этап. Нам нужно украсть Куруму. Именно ту тачку, которую я уже себе приобрел. И которая тебе тоже станет доступна для приобретения после того, как мы закончим это ограбление. В общем, Рич включил Рэмбо, и мы сейчас повторно будем проходить это, но поверьте мне, это будет так же красиво. И слишком легко. Поэтому Роману не понравилось. Да, давай сложность. Нормально. Стиль масок. Вот здесь вот самая тема начинается. Я пакет на голову надену. Мне нравится. Тут много всяких пакетов, господи. Я сейчас тут зависну. Итак, нам нужно украсть автомобиль Курума. И едем мы на Куруме. Так. Где она? О, она, она. Погнали, погнали. За мной, за мной, за мной. Вперед, вперед, вперед. Слушай, а может ее и отдадим? Что нам? Я ее за 500 тысяч покупал. Нет. Еще на апгрейд потратил кучу бабла. А, давай послушаем Лестера. О, да, машина. Окей. Отвучивает, да? Поздно, наверное. Ну, Лестер нам, в общем, сейчас объясняет, как мы можем проникнуть на эту базу. Но, на самом деле, мы уже придумали, как мы это делаем. Он на свой план, план Рэмбо. Мы будем давить их? Мне кажется, это было не очень эффективно. Да, ну, нормально подавили. Я там полхп себе потерял, пока давил их. Ну, а я все, пока бежал к ним. Ну, вот бежать, это было самое неэффективное решение, если что. Давить еще спорно, а вот бежать определенно неэффективно было. Может быть, ты, конечно, хотел им сказать здравствуйте там или еще что-то? Так, ну, ладно, мы уже приехали. А ты все-таки хочешь шаг? Да, да, да. Я хочу, не, подожди, я хочу. Красиво. Торро! Торро. Погнали? Давай. Ты видишь, они как-то не очень умирают. Они как-то, ну, мы тоже не очень хотим это делать. Я, например, в них стреляю, а получается так себе. Слушай, надо взрывать баки. У них же куча машин стоит. Ааа, это не так просто в GTA. Мне сказали взорвать бак, я взорвал бак. Это не так просто в реальности, а вообще... Ну, бронированная тачка потихоньку начинает давать сбой. Но, в принципе, мы неплохо с тобой держимся. Как какие-то кровавые пятна в районе того места, где я сижу, в районе моей головы. Тебе как со здоровьем-то? Если что, предупреждай просто. Не убирай внезапно. Ну, мне сложно определиться. Твое здоровье указано внизу слева. Я вижу чуть-чуть меньше, чем было. Но жить можно чуть-чуть. Все, я разворачиваюсь. Я все время пытаюсь стрелять, но, мне кажется, это было абсолютно неэффективно. Прячься быстрее, быстрее, Q нажимаешь. Что же ты делаешь? Отлично. Я выбираю оружие. Мишей. Они прошили. Прошили бронированную тачку. Интересно. Так, этот есть. Где-то вдалеке еще. Слышь, ты. Не забывай посматривать на здоровье. Ты еду покупал себе, кстати, заранее? Нет. Это плохо. Ай. Обычно тюна делится. Я бы поделился с тобой едой, но этого нереально. Еда. Что-нибудь такое вот съедим. Если что, если у тебя мало здоровья, ты просто говори, и я полезу вперед, потому что у меня здоровье больше. И где-то бронежилетами еще есть. Да, что же ты будешь делать? Как-то очень плохо управляется. Мне не нравится, как управляется медвентовка. Веред, вперед, 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 вперед. Как-то дискретно. Там где-то один сидит. Есть. Вперед, 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 вперед. Еще один. Только ты постарайся не сильно вперед. Ты перебежь, Коби, окей? Так, ладно, определюсь уже. Куда, 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 куда же ты садишься-то? Речь. Все, все нормально. У меня осталось еще 10% жизни. Давай, короче, я сейчас... А, нам еще уходить. Ты, возможно, не выживешь. А я восстанавливаюсь. Все, все хорошо. Я нашел источник когнитивного диссонанса. Не знаю, есть ли там еще кто-то, я пошел. Не, все, 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 садимся. Нет, еще есть, подожди. А, да, точно. Почему-то на карте он не был указан. Сейчас я по ногам ему стреляю. Есть, я его убил в пятку. Это был Ахилес. Я жду тебя. Ты пошел? Ну, сверху еще один, кстати, оставался. Я его не снял. Все, погнали. Давай. Ну, ты видишь, что на карте сразу происходит. Ну, разное. На нас просто со всех сторон теперь нападают. Так, вообще, кстати, тут... Ну, ты в курсе, что там стена? Чем больше ты ее повреждаешь, да, тем меньше ты получаешь бабла. Но, поверь мне, это не так-то просто на этом танке ездить. Ну, впереди у тебя была стена. А чем быстрее мы сюда уедем, тем лучше. Поэтому я лучше пошкребусь ею по стенкам, чем умру. Или чем дам тебе умереть. Брат. Ну, мне не надо, да. Сам можешь. Пошли вон! Че мы стоим? Пошли вон! Я их задерживаю. Все, погнали. Короче, флаг в руки там. Все нормально. На тебе отстреливание от них. На мне руление. Чем, чем бы мне отстреливаться-то? У меня пистолетик какой-то там. Все, мчусь на всех парах. Там на перехват идут. Пошел, хорошо. Ух, как я их красиво обхожу. Лапса, мы это запишем тебе. И даже отдельно деньги подарим. Мы это запишем на видео, да? Как это сказать? Ну, я-то хотел сказать, что в летописи. По вами. Ой. Видишь? Тяжелая тачка. Тяжелая. Да, тяжелая тачка. Сложно руль крутить. Вообще, да. О! Бомжатское место. Еее! Мм? И это все? Да. Это тренировочка. Ограбление всего на двоих. Так, Лестер зайдет к вам, когда вы будете готовы. Хорошо. Тачка почти целая, между прочим. Ну, еще. Пройдено. И-е-е! Золото, платина. Так, сколько? Мне золото дали. РПшечки. О, нормально. Если так, мне серебро больше нравится. Двадцать четвертый. Ммм, левел... Севен. Все. Замечательно. Мы это сделали. Так, все. И... Да, друзья, мы прошли второй этап. И теперь перед нами, по-моему, кстати говоря, заключительный этап. Мы... Подожди, чтобы положить... Надо в банкомат найти. Банкомат срочно надо спрятать деньги. Да, все нормально. Сейчас Лестер позвонит, и я тебя приглашу. А пока на этом, друзья, все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы это еще не сделали. Открытая модификация для транспорта. Отлично. Меня зовут Анжер Ван, это Рич Макут. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok